Рад приветствовать на канале Коинпост. Если вы открыли CoinMarketCap и потеряли криптовалюту Stellar, то не спешите паниковать. Они просто отказались от полетов на Луну и вместо логотипа с ракетой теперь имеют круглый значок, отдаленно напоминающий английскую букву S и знак доллара. Кстати, именно с того, что Лайткоин перекрасил свой логотип в синий цвет, началось его движение в первую четверку криптовалют. Может это и есть секрет успеха? Надеюсь, что нет. И скоро Stellar порвет всех конкурентов? А теперь давайте от легких новостей перейдем к серьезным темам и подведем итоги прошедшей недели. В этом выпуске мы разберем слухи о криптовалюте Марка Цукерберга, о том, у кого больше всего эфириум на кошельках, как прошел хардфорк Монеро, почему известные криптобиржи собрались заниматься ICO и какой новый рынок нашла для себя Ripple. Подписывайся на канал и ставь лайк, а мы начинаем. История с криптовалютой Facebook тянется еще с прошлого года, когда компания создала свое блокчейн-подразделение и его главой поставила Дэвида Маркуса, который ранее отвечал за развитие Facebook Messenger. Но это лишь полдела. Кроме мессенджера для самой большой социальной сети в мире, Дэвид Маркус ранее возглавлял платежную систему PayPal и был в составе совета директоров ведущей американской криптобиржи Coinbase. Откуда ушел, чтобы сконцентрироваться на разработке блокчейн-стратегии для Facebook? И вот на этой неделе история с криптовалютой Facebook получила интересное продолжение. Сначала издание New York Times подлило масло в огонь и сообщило, что Марк Цукерберг чуть ли не лично бродит по офисам криптобирж и предлагает им добавить в листинг стейблкоин для мессенджера WhatsApp. Для справки, их уже давно и полностью купили Facebook. Затем в разделе вакансий Facebook появилось сразу 20 должностей, которые разным образом связаны с блокчейном. Но больше всего публику завел прогноз аналитиков финансового конгломерата Barclays. Они подсчитали, что если Цукерберг запустит собственную криптовалюту, то сможет заработать на ней от 3 до 19 миллиардов долларов. В общем, надо проверить свой аккаунт Facebook. Вдруг какой аирдропчик прилетит или шара не будет, как считаете. В сети Ethereum несколько десятков миллионов адресов. Но знаете, сколько кошельков контролирует 80% всего эфира? Можете попробовать угадать, но дело это весьма неблагодарное, потому что правильный ответ это 7542 адреса. На этой неделе появились результаты исследования по Ethereum китам. Так вот, на этих 7,5 тысячах кошельков действительно хранится 80% от имеющегося эфира. Но это еще не самое интересное. Из этой VIP-группы почти 6,5 тысяч имеют кошельки, на которых лежит от 1000 до 10 тысяч монет. Еще 923 кошелька владеют суммами от 10 до 100 тысяч эфириума. И есть 155 самых богатых людей, у которых от 100 тысяч до 1 миллиона эфира на счету. Кстати, в эту группу входит и создатель эфириум Виталик Бутерин, который недавно признался, что на его кошельках порядка 360 тысяч монет эфира. Но есть 4 человека, а точнее сказать адреса, которые богаче Виталика. И в их распоряжении от 1 до 10 миллионов эфира. Это, наверное, самые древние, можно сказать, гигантские доисторические киты. Или скорее динозавры. Хотя все может быть проще. И за этими четырьмя крупнейшими эфириум кошельками могут скрываться ведущие криптобиржи. Разработчики Monero продолжают гнуть свою линию и бороться против ASIC-майнеров. В сети анонимной криптовалюты прошел уже третий технический хардфорк, который направлен на борьбу со специальными устройствами для майнинга. Недостаток ASIC-майнеров в том, что они слишком сильно настроены на решение одной конкретной задачи. Например, добыча Monero. Но если условия этой задачи немного исправить, то ASIC будет пыхтеть, шуметь кулерами, кушать электричество, но практически не будет майнить. Вот такие изменения в условия алгоритма майнинга и были внесены во время этого технического хардфорка. Плюс разработчики сделали ряд апгрейдов кода Monero по мелочи. И да, этот хардфорк мы называем техническим, потому что никакого разделения блокчейна, появления новой криптовалюты и бесплатной халявы не было. Просто испортили жизнь ASIC-майнерам и разошлись чувством выполненного долга. По различным оценкам, после хардфорка хешрейт сети Monero упал от 50 до 95%. Вот только надолго ли? Ведь это уже не первое подобное обновление протокола. И всегда ASIC-майнеры сначала вылетали с рынка, а потом возвращались и снова брали добычу Monero под контроль. Но разработчики этой криптовалюты пообещали, что будут проводить подобные хардфорки столько, сколько потребуется. Так что война за майнинг Monero без ASIC-майнеров продолжается. Можете оставлять свои прогнозы и делать ставки в комментариях. Мы недавно выпустили видео, где рассказывали, как за счет ICO криптобиржа Binance смогла вывести в топ свою криптовалюту BNB Coin. Очень рекомендуем к просмотру, если еще не видели. Но другие криптобиржи посмотрели на это и решили, что тоже хотят оторвать свой лакомый кусочек от ICO-пирога. Поэтому в ближайшее время мы увидим запуск платформ для проведения ICO от таких известных криптобирж, как Bittrex, OKEX и KuCoin. Площадка Huobi тоже рассказывала о собственной аналогичной платформе, но там пока ничего не ясно. Вроде и будут токены выпускать, но это вроде как не ICO и просто отдельная площадка для раскрутки своей монетки Huobi Token. Для рынка ICO подобные новости являются положительным фактором. И если все эти платформы заработают, то мы можем стать свидетелями триумфального возвращения первичного предложения монет. Но пока не стоит особо обольщаться, потому что у Binance всегда все получалось лучше остальных. Не зря же они топ-1 по объему суточных торгов. То есть не факт, что аналогичные ICO-платформы от других криптовалютных бирж окажутся успешными. Хорошая неделя для Ripple и не надо ждать от нас сарказма и подвоха. Ну, в этот раз точно. Криптовалюта XRP теперь добавлена в криптокошелек Trust Wallet, который принадлежит криптобирже Binance. А на швейцарской фондовой бирже теперь торгуется биржевый продукт, стоимость которого привязана к курсу Ripple. В общем, новости хорошие, но еще не все. Компания Ripple решила, что создавать криптовалюту для банков это хорошо. Ну и другие рынки сбыта будет не лишним поискать. Поэтому они запустили фонд на сумму 100 миллионов долларов, через который будут поддерживать разработчиков блокчейн-игр. И естественно, на самую большую поддержку могут рассчитывать те, кто решит использовать в своих играх платежи с помощью XRP. В общем, интересная задумка. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот такие новости мы решили выделить за прошлую неделю. И да, мы в курсе, что в России активизировались депутаты в вопросе регулирования криптовалют. И там дело идет чуть ли не к тотальному запрету. На эту тему мы решили подготовить отдельное видео. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите в комментариях, какая новость показалась самой важной. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах CoinPost. Подписывайся и просвещайся.